Здравия всем желаю! Семен Ключевский и программа обзор позавчерашней прессы приглашают вас в увлекательное путешествие по страницам прошлого. Новости дня. 1902 год. Вчера женское образование сделало еще одно завоевание. На Покровке открылось женское коммерческое училище Вяземской. Хотя женщины давно уже пытаются захватить и даже захватили многие отрасли профессионального труда, именно в сфере коммерческих профессий их попытки еще представляются новыми. Далее. Удачный опыт устройства подземного туалетного павильона на Театральной площади побудил городскую управу развивать далее это дело. Другой такой павильон проектируется на Сухаревской площади. Нет на Сухаревской площади туалетного павильона. Как, впрочем, нет там и знаменитой Сухаревской башни. Газета «Россия», 1912 год. Нам сообщают из Риги, что на происходивших там открытых легкоатлетических состязаниях в обществе «Марс» известный спортсмен господин Фогель установил новый русский рекорд в беге на 800 метров, покрыв эту дистанцию за 2 минуты 4 секунды. Старый рекорд на эту дистанцию был установлен москвичом Назаровым 2 минуты 10 секунд. Хотя рижане считали до сих пор местный рекорд в 2 минуты 6 секунд. А сегодня рекорд среди женщин на этой дистанции минута 56 секунд. Известия 1922 года пишут о заявлении Кемаль Паши. Анаполис. В беседе с корреспондентом «Чикаго Трибюн» Кемаль Паша, между прочим, заявил, «Мы не хотим воевать с Англией, но она должна отдать Константинополь Турции. Это турецкая столица, и мы хотим овладеть ею по возможности мирным путем. Если же это не удастся, мы будем бороться. Турция руководится принципами так называемого национального договора. Она требует лишь независимости всей турецкой территории и полной отмены всех капитуляций». Констатируем. Константинополь отдан. Внимание! Закончена постановкой грандиозная историческая фильма «Броненосец Потемкин, 1905 год». Выпуск первой госкинофабрики. Постановка Эйзенштейна, главный оператор Тиссе. «Правда», 1942 года. У убитого немецкого солдата Альбера Валя найдено письмо от жены Марии. В письме говорится «Наконец-то я получила украинку. Она крепко в телосложении, ловкая и все умеет делать. Поверь мне, что я не даю ей сидеть, сложа руки ни минуты. Ест она два раза в день, я даю ей обедки. Маленький Гельмут собирает все остатки, сливает в посуду, из которой кушает наша собачка, и выносит ей на кухню. У этой украинки дома остались двое маленьких детей. Она нас ненавидит и нисколько не скрывает этого. Нам, немцам, нужно всеми средствами сломить гордый дух сопротивления и непокорство русских. Конечно, это очень трудно сделать. Советские люди запомнят каждое слово этой немецкой гадины и отомстят захватчикам за страдания женщин и детей, оккупированных немцами районов нашей страны. Советская Россия 1991 года, оставив предсмертную записку, слесарь объединения Красный Октябрь и Зосимов, вечером на площади у Мариинского дворца вскрыл себе вены. Я хочу засвидетельствовать, говорится в записке, что своей смертью выражаю протест против нового правительства, но никак не против обновляющегося общества. Я, простой рабочий, ненавижу Сталина и Брежнева, но то, что происходит сейчас, ведет к катастрофе. Да, было время романтизма и трагедий. Здравия вам всем желаю. Здравия вам всем желаю.